Наставники, наставников, наставничество за 350 тысяч, кто виноват, почему это не работает, почему это работает, почему люди перестали доверять наставникам, что такое наставничество. Как я поняла по инстаграму, эта тема срочно требует моего вмешательства и комментария, и внесения какого-то понимания в то, что вообще сейчас происходит на рынке. Прежде чем мы перейдем к этой супер горячей теме, ребята, спасибо вам большое, что вы смотрите мой канал, первый ролик пробил 10 тысяч просмотров, 2000 подписчиков, я просто в шоке, спасибо вам огромное. И, конечно, хочу обратиться ко всем тем 75%, которые смотрят мой канал без подписки. Ребята, это тот случай, когда ваш звонок действительно очень важен для нас, и я понимаю, что мне муж говорит, типа, нафиг мне на кого-то подписываться, потому что, ну, я все вижу в рекомендациях. Но я буду радоваться и благодарить вас каждое свое видео за новый рекорд, и это приблизит меня, возможно, к серебряной кнопке, excuse me, 98 тысяч осталось, но я уже на нее замахнулся. Короче, это очень приятно, и особенно, если вы ведете блог, если у вас свои каналы, свои телеграммы, вы прекрасно знаете, какое колоссальное значение имеют подписчики, как это просто радостно и безумно приятно. Поэтому не стесняйтесь, подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь в том числе на мой инстаграм, ставьте лайк этому видео, и добро пожаловать на канал, после которого в блогинге, продукте, запусках, продажах и этой всей движухе вам будет понятно плюс-минус все. Меня зовут Алина, пять лет я работала копирайтером для больших брендов, которые вы все знаете, а последние два года я активно вела свой инстаграм, делала продажи и запуски в маленьком блоге и на маленьких охватах, преисполнилась в этой теме, и теперь я наставник по продажам в маленьких блогах и на низких охватах. На этом канале я разбираю блогеров с точки зрения экспертных фишек, а не желтушных разоблачений, и делюсь фишками, рекомендациями, советами по продажам в блогах. И я еще не договорила, потому что самое важное, что нужно сделать всем, особенно кто первый раз на моем канале, обязательно написать в комментариях, без этого не произойдет посвящение на мой канал, на какого блогера я похожа, у кого я взяла тему выпуска, потому что я понимаю, что это очень сложно, но это очень важно для того, чтобы писать такие комментарии, зайти и посмотреть. А когда же я начала вести свой ютуб-канал, когда же у меня появился формат с разборами блогеров, и понять, что вообще-то я его придумала. И, конечно, я думаю, что вы уже в нетерпении ждете, как наставник будет рассказывать про других наставников. Начнем вообще с того, как развивались инфопродукты, потому что наставничество это тоже инфопродукт на протяжении последних лет. Если мы возьмем 2015-2019 года, это была эра гайдов, чек-листов, пресетов и рекламы в блогах, то есть в основном все работали на массу, и вот эти продукты продавали на массу, и люди хотели заполучить как можно больше подписчиков, чтобы у них покупали как можно больше, логика была такая. На рекламу маленьких блогеров не брали, какие-то продукты у маленьких блогеров не покупали, все стремились поэтому нарастить какое-то количество подписчиков. Масс лайкинг, масс фолловинг на то время прекрасно работал и помогал людям как бы обзавестись аудиторией. Возможно, еще где-то в 2019-2020 годах люди активно продавали именно какие-то свои вебинары, мастер-классы. По-моему, у Саши Митрошиной тоже в то время были вебинары, мастер-классы, и в целом все продавали какие-то низкочековые продукты, и не было людей, которые бы прям поставили 50, 100, 150, миллион и другие цифры. Так было не принято. В 2020 году, когда случился карантин, произошла другая история. То есть все люди, которые маломальские, что-то понимали в своих профессиях, начали активно запускать курсы. То есть я помню, как меня дико бомбило, я тогда работала уже 4 года копирайтером, excuse me, я писала для недологии, для Яндекс.Ида, для Азбуки Вкуса, короче, для вот этих всех брендов. И я вижу, как девчонки, которые 2 года, что-то там, корячились на биржах, начали запускать свои курсы, зарабатывать на этом миллионы, и это меня тогда очень сильно поломало, потому что я поняла, что в этот поезд я как-то опоздала. И я очень долгое время себя корила за то, что я, короче, не запустила тогда ничего, потому что люди тогда от меня очень сильно этого хотели. В 2018 году я жила на Бали, тоже благодаря тому, что я зарабатывала на копирайтинге и заработала на то, чтобы поехать на Бали, на Самуи, посмотреть там еще Куала-Лумпур, Гонконг, короче. Потом мы с мужем тоже много путешествовали, благодаря тому, что я там была копирайтером, он был таргетологом, и у нас был классный совместный доход. Но мы просто не догадались до того, что так можно сделать, и, конечно, когда в 2020 году люди начали запускать повально эти курсы, а мы как бы сидим на Бали уже во второй раз в 23 года, и такие, ага, интересно. И, конечно, тогда было очень обидно, но если возвращаться к теме, то тогда продавали курсы, ну, типа 15, 20, 30 тысяч рублей, там какие-нибудь VIP-тарифы с этими большими блогерами стоили, ну, тысяч по 60. Тогда же случился вот этот запуск нетологии на 110 миллионов, когда чек поднялся до 40, и потом все быстренько начали разгоняться до 40, до 60 за курсы. И мне кажется, что вот это все очень активно продвигалось до 2022 года, потому что вот эта тема с наставничествами, она родилась вот в последнее время, когда, типа, ты не СММ-услуги месяц ведения продаешь, а ты продаешь то же самое ведение, чаще всего личным брендам, и берешь за это большие деньги. Я не знаю, кто этому научил, но люди как бы быстро догадались, что, да, у них нет объема, чтобы продавать курсы по 40 тысяч, что один курс в месяц это ни о чем, что одно наставничество в месяц за 40 тысяч это ни о чем, и что надо поставить какой-то чек. Какой? Типа, Вася поставил 100, потом они увидели у кого-то 300, и они такие, все, 350, 250, и вот эти цифры, просто потому что одно наставничество в месяц реально гораздо проще продать, чем собрать курс. И вот оттуда поехала эта вечеринка. Сам по себе формат наставничества, я в нем не вижу ничего плохого, я сама использую этот формат постоянно на своих продуктах, то есть у меня в целом нет продуктов без моего наставничества. И наставничество это когда ты с людьми за ручку не отправляешь их в свободное плавание, как это происходит на массовых курсах, и люди как раз таки уже прошли, вот в 2020 годах это все, и вроде как они что-то знают, применить ничего не могут, и тут появляется наставник, который их за ручку ведет туда, куда им надо. И тут еще очень важный момент упустила, что когда продавались гайды, чек-листы, вот, ну, примерно, назовем это, до 2019 года, люди как бы стеснялись быть блогерами, блогеры начали зашкварить, начали, короче, всю эту движуху с тем, чтобы было стыдно, что ты блогер, и люди как-то такие вот, ну, очень стеснялись, либо ты живешь красивой жизнью, и ты ведешь блог, либо ты очень богатый, ведешь блог, ну, в общем, все были такие немножко зашуганные. И я в том числе была, я уже сказала, что в 2018 году я была на Бали, но почему я не вела активно блог? Потому что мне было стыдно, потому что тогда было время пресетов, красивых инстаграмных картинок, и все эти инстаграмные локации стоили денег, которых у меня тогда не было. И я, ну, просто не показывала свою жизнь на Бали такой, какая она есть, я там выкладывала, что, типа, мы в кафешке, мы пьем смузи, вот, океан, но там не было каких-то стори-тейлингов, выдающихся, какого-то погружения в контекст, потому что мне просто было стыдно, что я не могу вот эти все инстаграмные локации показать, а тогда это был супер-тренд. В 2020 году случилась такая история, что первый модуль всегда на курсе был посвящен мотивации, где людям говорили, вы уже достойны для того, чтобы писать, если вы учитесь на копирайтера, вы всему можете научиться, вы можете все вообще, вы можете брать деньги, вы можете не работать бесплатно за отзывы и так далее. И люди стали верить в себя, вдохновляться вот этим всем, и я считаю, что это хорошо, то, что все потихонечку начинают понимать, что каждый должен заниматься тем, что он любит, а не просто тем, что ему где-то прописали родственники, или он, ну, все так жили, и он так будет жить. Но, оглядываясь на вот этот бум наставничества, это переросло просто в то, что люди такие, я чувствую, что 300 тысяч, извини, у тебя есть кейсы, кейсов нет, но с тобой мы сделаем, и ты со мной поверишь в себя, вот в какую вечеринку это превратилось, и вот это меня расстраивает, потому что люди перестали верить наставникам, люди приходят ко мне, и когда я им называю сумму, они говорят, это какой-то буллшит, это очень дешево, ну, типа, ты не можешь столько брать, нормальные наставники берут там по 350 тысяч, я говорю, я просто недостаточно еще охуела. И тут получилась такая ситуация, что люди, которые не имеют экспертности, но имеют очень, назовем это так, высокую внутреннюю самоценность, уверенность в себе, они стали зарабатывать на том, что у других людей вот этих качеств как раз-таки нет. И люди как бы стали, ну, отдавать свои деньги, тем более, что наставники селят, мать моя, как красиво, со мной жизнь изменится. Человек говорит, я подумаю, наставник говорит, что думать, ты хочешь изменить свою жизнь или нет. И в том числе вот с этих наставничеств, с огромных чеков пошла продажа через созвоны, продажа через диагностики, через бесплатные консультации и вот эту вот всю движуху, потому что очень сложно продать на высокий чек, когда тебе 100 подписчиков. Очень легко продать что-то за огромные деньги на созвоне, потому что там начинается вот это вот обкладывание ваты, и со мной ты все сможешь, мы с тобой сделаем такие результаты, просто ты улетишь в стратосферу. Да, ты сомневаешься, но это нормально, люди будут говорить. И в итоге люди платят деньги, берут рассрочки. Наставник живет в Москве-сити, а чел просто сидит с рассрочкой, и дай бог у него упаковался инстаграм. И важный момент, что можно сколько угодно хаять наставников, сколько угодно хаять кого угодно, но есть люди, которые хотят быстрые деньги, есть люди, которые на это ведутся, потому что они считают, что они, ну, типа, нахуй в систему. У нас же как бы принято, типа, в советском обществе, что все хотят что-то наебать, что-то где-то недоговорить, что-то как-то поюлить, и это типа ок. Получается, что наставник, он просто предлагает по запросу человеку то, что ему нужно. Хочешь много денег, сделай много денег, 200 тысяч с нуля вообще без базара. И человек такой, да, 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 ну, то есть критическое мышление отсутствует напрочь. Ну, и получается, что тут не только наставник как бы виноват, а виновата еще и та сторона, которая, ну, не может проанализировать и подумать. А где ты учился? А какой у тебя опыт? А с кем ты работал? А где твои кейсы? Эти вопросы обычно не задают. Ну, а у этого наставника уже на каком-то другом человеке есть какой-то один кейс. И вот класс, он работает там несколько лет, а у него один кейс. И ни у кого это не вызывает вопросов, потому что стелят очень гладенько. Знаете, как говорится, люди не верят в магию, люди не верят в волшебство, но очень сильно на него надеются. И да, дальше можно продолжать хаять наставников. Есть еще наставники наставников. То есть есть наставник, у которого наставничество 300 тысяч. Он берет и говорит, я запускаю наставничество для наставников. К нему приходит наставник, и они запускают с ним наставничество тоже на высокий чек. И получается, что окупаемость очень быстрая, результат очень быстрый, кейсы очень большие. И нет иногда в этом ничего плохого. И допустим, я наставник по продажам для маленьких блогеров. Прямо сейчас это не призыв к действию будет, это пример. Я не пойду уже на массовые курсы, потому что мне нечего там ловить, потому что я в целом реально все знаю, учу других людей и так далее. И я туда хожу для общего развития. Но мне бы тоже хотелось, чтобы я получила релевантную обратную связь своему опыту и своему уровню. И мне нужен такой же человек, и скорее всего он тоже будет обучать. И это будет наставник, наставника как меня. И в самой модели я не вижу ничего противоречащего. То есть мне тоже, как наставнику, нужен взгляд со стороны. Проблема начинается именно тогда, когда есть наставник. Допустим, я наставник. Ко мне пришла Маша. И я говорю, Маша, мое наставничество стоит 300 тысяч. Маша говорит, офигеть, я тоже хочу быть наставником. И я говорю, я тебя тоже научу, как продавать, и ты тоже сможешь продавать свое наставничество за 300 тысяч. Маша покупает у меня наставничество за 300 тысяч. Я учу Машу продавать за 300 тысяч. Потом Маша идет, учит другого человека той же системе, которую дала ей я. Скорее всего мне эту систему тоже кто-то передал. И так просто плодится какая-то история. Я даже сейчас думаю, вот как ее назвать, это же просто, знаете, как фракталы, ну то есть это бесконечно может продолжаться, и в чем прикол, вот, кто-то говорит, что, ну а какая разница, все деньги зарабатывают, всем хорошо, я лично сейчас задумалась, как бы, а что в этом плохого, а что в этом хорошего, это как будто бы, знаете, даже никак для меня с точки зрения эмоций, потому что, ну, плодят они друг друга, ну все же зарабатывают реально деньги в этой цепочке, но деньги закончатся в тот момент, когда какая-нибудь Маша найдет какого-нибудь человека, который учился у меня, и он пошлет ее нахер, или в тот момент, когда этот наставник столкнется с этим видео, задумается над тем, а что я вообще делаю и зачем это надо, этот момент закончится в тот момент, когда люди перестанут придавать своей нишей то, чем они занимаются, и перестанут, ну, соглашаться на вот эти быстрые какие-то деньги. У меня на полном серьезе был кейс, ко мне пришла девочка, она делала тренировки, онлайн, персонально, все хорошо, думала над запуском своего продукта, и она начала с того, что у нее было наставничество, все ей предлагали запустить наставничество по тренировкам, я говорю, слушай, а вообще есть такая формулировка наставничество в нише тренировок? Она такая, есть персональное ведение, я говорю, а почему это называется наставничество? Но он мне сказал, что мы можем это продать на тысячу за 60, я такая, стоп, мы всю эту систему просто сняли и построили новую систему, которая начала работать, но вот в этой системе она вообще не могла ничего продать, она запарилась проводить эти бесплатные диагностики, она вообще не поняла, куда она идет, в чем ее ценность, в чем ее продукт, что она вообще делает, люди не понимают в этот момент. Когда им говорят, ты певица, любишь петь, сделай наставничество, как петь, за 100 тысяч, нормас будет, ты бровист, все, делай наставничество для бьютиков, будешь учить вести инстаграм, и у похер, что человек делал брови, ну то есть это вообще другое, и сейчас ему говорят, учи, как продавать, а продажи это вообще маркетинг. И на выходе мы получаем людей, которые пошли в это наставничество, стали наставниками наставников, либо людей, которые потратили кучу бабла, не получили никакой результат, потому что этот Вася сам непонятно откуда взялся, и вот. А потом люди такие, как я, у которых есть продукт, есть экспертность, есть кейсы, приглашают людей на тест-драйв созвониться, и люди говорят, нет, я ни за что не хочу созваниваться, потому что мне сейчас будут что-то агрессивно продавать, потому что наставники, вот эти наставников, вот эта модель, они очень агрессивно продают. И получается, когда человек со мной созванивается, он говорит, а ты что, мне сейчас не будешь требовать, чтобы я скинул деньги? А ты что, мне не будешь говорить, что моя жизнь с тобой изменится? А ты что, не будешь мне говорить, что я останусь жить в своем болоте, если я не доверю тебе деньги? Типа, правда? Я говорю, слушай, чел, а где ты это взял? Он говорит, я прошел 10 созвонов, просто я прошел афганскую войну. Сумбурненький получился выпуск, но я просто не могла уже эту тему затрагивать, потому что люди реально боятся созваниваться, люди боятся слова наставничества, даже когда его слышат. И не важно, что у меня, например, есть методология, которая обкатана на 100 плюс человек, что у меня есть экспертность, что я сама веду блог, что я сама маленький блогер, который вырос из маленького блога, и вот это вот все, что у меня есть созвон, что я не давлю на людей. Очень сложно это донести, потому что кто-то уже до этого дискредитировал и обосрал рынок, вот. И очень важный момент, что наставники продают через созвоны, как вести блог или как продавать через блог, и при этом у них чаще всего нет блога. Я такая, что? Как это происходит вообще? Почему? Кто на это ведется? Но на это же кто-то ведется, поэтому это существует. Итог этого всего, что вы, пожалуйста, проверяйте людей, проверяйте кейсы, проверяйте экспертность, чтобы человек был своим кейсом, как минимум, и у него были другие кейсы. Потому что я продаю, как вести блог, а у меня херовый блог. Excuse me, это как работает? Я продаю, как худеть, потому что я прочитал книгу, как худеть, но я сам типа 385 килограмм. Но это как? Если я, вы, все, мы хотим классный рынок инфобиза с крутыми продуктами, с классными проектами, то вот эту вечеринку пора заканчивать. И она заканчивается как со стороны наставников, которые продают наставничество, не имея ничего за собой, так и заканчивая людьми, которые это покупают и у которых есть на это спрос. Но я думаю, что этот круг никогда не закончится, как, собственно, со всем, что есть в мире, со всякими мошенничествами и так далее. Вот, я, наверное, приравняю это все к одной цепочке. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, потому что мой директ просто взорвался, когда я предложила эту тему. Я надеюсь, что эта тема классно вас мотивирует оставить комментарий, поставить лайк этому видео, подписаться на мой инстаграм, чтобы мы дальше адекватно шли вместе по тропинке инфобизнеса. Заглядывайте в инфобокс и смотрите другие мои видео, а также приглашаю вас на мастер-класс по сториз, на много денег, как вести сториз, чтобы их смотрели не 3,5 человека, даже если это сториз со спецэффектами, как сделать так, чтобы аудитория интересовалась даже в прогреве, и что это за стратегия роста для маленького блога. Переходите на сайт, знакомьтесь, смотрите, и буду вас рада видеть. И я надеюсь, что вы выберете классного наставника, либо сами станете классным наставником, или уже классно проходите какое-то наставничество, либо другой какой-то формат работы, но это просто, к слову, пришлось. Но, короче, я надеюсь, что вы классно проводите время, не сливаете деньги впустую, и всегда думаете, прежде чем что-то делать. И прекрасного вам дня, и до встречи в следующих выпусках.